Всем привет! Меня зовут Катя, я из Минска. Я сейчас активно готовлюсь к родам. С большего собрала свою сумку в роддом. Хочу с вами поделиться, что же лежит в моей сумке и некоторыми подсказками. Первое, это, конечно же, сумка-броды. Первое, самое важное, это документы, паспорт, обменная карта, сторонку. Далее, тапочки моющиеся, обычные. Я покупала в сумме, в день скидок, стоили около 6 рублей, но за учетом скидки 30%. В общем, совсем недорогие, обычные. И да, я слышала, что все-таки удобнее вот такие, без пальчика. И лучше, конечно же, покупать новые. То есть те, которые у вас, возможно, пляжные, либо еще для чего-то использовались. Ну, не очень будет. Все-таки это не такая затратная вещь, и можно раскошелиться. Далее. Компрессионные чулки. Правда сказать, на цену, пожалуйста, не смотрите. Они у меня уже 100 лет, так как когда-то были нужны во время операции. Сейчас я не знаю, сколько они стоят. Продаются в медицинских товарах, в различных аптеках. Честно, не знаю, где точно сейчас продаются. Далее. Пеленки. Тоже покупала либо в ЦУМе, либо в Детском мире. Очень классный магазин. Хочу вам посоветовать, потому что цены немножко ниже, чем в другом известном магазине детском. Я очень люблю Детский мир. Ближайший ко мне находится возле Комаровки на Кульман. Влажная туалетная бумага. Урологические прокладки. Смотрела несколько обзоров, но, честно говоря, не загонялась. Просто какие я выбрала в магазине в Острове Чистоты, такие и купила. Мне кажется, будут нормальные. Одноразовые трусики. Тоже вот такие простые. Продаются и в Детском мире, и в ЦУМе, и в Буслике. В общем, простые. Одноразовый станок. Честно, я даже не знаю, вот задумалась сейчас, можно ли на свой станок купить кассету новую. Либо все-таки обязательно использовать одноразовый станок. Я перестраховалась. Взяла одноразовую. Вот такой обычный. Четыре лезвия. Дальше. Прокладки для груди. Шли в такой вот большой коробке. Но она достаточно занимает много места. Объемная такая. Поэтому я просто отложила себе около восьми пар. Туалетная бумага не нуждается в комментариях. Чашка, ложка, вилка и губка. Кстати, про губку я услышала у кого-то в YouTube. И мне показалось очень логичным, чтобы где-то вот обмыть посуду. Перекус, который самый вот распространенный. Шоколад, печеньки. И бутылочки воды. С такой соской. Вот. Говорят, очень удобно. Пакет на всякий случай. Да, еще я изначально забыла положить свой набор хлопковые носочки. Говорят, у многих мёртвут ноги. После эпидуральной анестезии особенно. Поэтому пригодятся носки. И, собственно, по этой причине удобнее тапочки без разделителя для пальчика. Идем дальше. По сумке. Следующая у меня текстиль, так назовем. И косметичка. На косметичке чуть позже остановлюсь подробнее. Значит, из полотенец я взяла совсем маленькое. Может быть, пригодится где-то что-то вытереть, потереть. А вот полотенце для головы. Вот. Оно небольшое, средних размеров такое. И банное полотенце хлопковое. Вот. Дальше из одежды я беру, ну, в предыдущем кадре уже были носочки оговорены, конечно, бельё. А из белья я беру бюстгальтер для кормления. Пока здесь лежит один. У меня их вообще три. Но двумя, так скажем, пока они в ходу. Я пользуюсь, потом доложу. Сорочка. С удобными лямками, чтобы вы могли опустить, покормить малыша. А у меня Серж. Вот. И тебе можно любую, которая вам удобна. И халат. Самый простой. Марк Формель. Косметичка. Просто моя любовь. Потому что она очень удобная мне в путешествиях. Она у меня уже давно. Так вот открывается. И подвешивается за крючок. Вот. Сейчас подробнее расскажу, что внутри. Так, поехали про косметичку. Я сразу проговорю, что я сложила в одну косметичку вещи и для себя, и для малыша. Я не знаю, можно ли так или нет. В минских роддомах, пожалуйста, напишите в комментариях, кто точно знает. Возможно, придется разделить. Вот. Из детского у меня жидкое мыло. Присыпка и защитный крем. Вот. Про присыпку отдельно скажу, что я не знала, что для девочек она не очень рекомендована. Потому что скатывается. И особенно в зону под подгузник ее применять вроде как нельзя девочкам. Узнала бы, купила, наверное, баночку поменьше. Но, как есть. Я думаю, потом пригодится в любом случае. Далее. Щетка из отеля. Удобная, которая собирается в одну. Компактная паста зубная, маленькая. Шампунь Глискур. Я подписала, потому что в такой баночке у меня ранее бывали уже и бальзам для волос, и гель для душа. Я просто ее вымыла и перелила свой обычный шампунь. Гель для душа тоже. Перелила свой обычный в пустую баночку, которая у меня была. Пробник шампуня, который просто хранился в этой сумке. Пускай будет. Шапочка тоже хранилась в сумке. Я, может, даже не буду ее выкладывать. Пускай будет на всякий случай. Пилочка для ногтей из отеля. Обычная. Дезодоранты. Девочки, я не знаю, запрещен ли аэрозоль в роддомах. Просто в обычной жизни я пользуюсь именно в таком формате дезодорантом. И сперва я купила такой вот без отдушек, но потом прочитала, что вроде бы как требуется именно в сухой форме. Поэтому докупила. И, возможно, вот этот придется выложить. Вот. Крем для сосков. Бальзам. Он такой жирненький, прозрачный. И вроде как, по-моему, написано, что его не требуется смывать. То есть, вот такой покупала в сумме в день скидок. Полная цена была около 15 рублей. Ну, за учетом скидки он немножко подешевле. Вышел, поприятнее цена. Далее крем Бипантен, который у меня был в аптечке дома. Заколка крабик. И помада, которая пока, простите, попала в косметичку. Но ее нужно переложить в сумочку для родов. Потому что именно в родах сохнут губы. И там она пригодится впервые. Вот. А, еще у меня здесь лежат пакетики. Палочки обычные и детские. Чтобы не тащить всю упаковку. Я думаю, что этого количества нам будет достаточно. И диски. Ватные диски. Правда, я покупала детские. Вроде там специальные какие-то мягкие. Или более качественная вата. Я, честно говоря, не знаю, чем они отличаются. Просто заодно, когда детские вещи покупала в магазине, в детском мире, я взяла детские ватные диски. Вот. Вот такая косметичка изнутри. Дальше. В косметичку стоит добавить расческу, резинку. И у меня есть дорожный фен складной. Но я не знаю, можно ли его с собой брать в роддом. Кто точно знает, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Я думаю, что лишним не будет. Но это как по технике безопасности в роддомах. Дальше. Следующая сумочка. Наверное, самая приятная для каждой мамы. Это вещи для вашего долгожданного малыша. Здесь и одежда, и уходовые вещи. В общем, поехали по порядку. Из-под гузников я остановилась все-таки на Хагисах Элит Софт. Попробуем. И далее будем смотреть. Потому что читала много отзывов. 50 на 50 мнения положительные, отрицательные. В общем, будем пробовать. И дальше идти, возможно, по другим маркам. Влажные салфетки Буслик. Обычные. Их достаточно много в упаковке. Стоили около 3 рублей. Вообще, даже я не знаю, разрешают ли в роддомах салфетки влажные. Ну, в общем, пока пускай лежат. Далее. Вот такие вещи у нас. И сразу, девочки, я хочу оговорить то, что перед роддомом я всем вам советую тщательно прокипятить бутылочки, соски. Об этом чуть-чуть позднее расскажу. Вот. Бутылочку я выбрала ту, которую рекомендовали в курсах, в видеокурсах. А именно Филипп Савен. Вот. С нуля месяцев, с рождения. Прокипятило. Если вдруг кто-то не знает, как кипятить, вы можете найти видео на ютубе, где покажут, как в обычных домашних условиях, в обычной кастрюльке простерилизовать. Правильно сказать. Именно простерилизовать, а не прокипятить. Дальше. Что вот это такое? Это накладки на соски. Возможно, кто-то не знает. Если у вас от природы сосок плоский, либо втянутый, либо вы вообще не уверены, как себя поведет грудь, рекомендованы вот такие накладки. Сейчас попробую их открыть. Вот такие накладки силиконовые на сосок, чтобы было комфортнее и малышу, и вам, возможно, защита какая-то. Поэтому на всякий случай я взяла, потому что я не уверена, как поведет себя моя грудь, когда родится дочь. А вот кустышки. Мы много, в принципе, не покупали. Мы купили пока только две. Чика и Нук. Вообще, не советую сразу накупать много, потому что, если ваш ребенок не возьмет, это будут просто на ветер потраченные деньги. Мы пока обойдемся двумя, и потом по надобности будем докупать, если соска, в принципе, пойдет. И клипсочка маленькая, вот такая. Кстати, сейчас про клипсы. Очень распространенные вещи, такие вот деревянные, типа как бусинки. Вы знаете, это все очень стильно, я тоже на них смотрела, но потом прочитала случайно в интернете отзыв, что это небезопасно. Деревянные вот эти вот держатели для пустышек, потому что у кого-то ребенок в два или три месяца случайно разорвал нитку и чуть не заглотил вот эти бусинки, поэтому после обзора я все-таки выбрала обычную клипсу, вот такую, типа как цепочка пластиковая. Мне кажется, это будет надежнее. Вот. Такой капсуле. Капсула продавалась вместе с пустышкой Чика. Вот. Далее. Одежда. Самая приятная часть сумки, потому что оно это очень мило. Одежда и пеленки. Тоже вся одежда у меня уже простирана детским порошочком, детским бальзамом на маленькой температуре 30 градусов. И девочки, не ленитесь, пожалуйста, проутюжьте все вещички, потому что то, что не убирает порошок и стирка, то уберет утюг. Все-таки это не так сложно, и я думаю, что наши мамы не глупые люди, которые учили нас утюжить. Вот. В общем, две пары носочков детских, одна пара в комплекте с шапочкой была от Окаиди фирма, одна пара царапок, но одна, потому что я слышала от мам, что в роддоме часто вот эти антицарапки, они слетают, и некоторые даже пользуются обычными носочками, надевают их на ручки, поэтому я думаю, что нам вот этого комплекта хватит. Шапочки такая вот с зайкой, розовая, так просто совпало, я не фанат розового, и я не стремлюсь к тому, чтобы все девочки были одеты только в розовое, но просто так получилось. И еще я докупила, я не знаю, пригодятся ли, вот такие чепчики хлопковые, буквально там несколько копеек они стоят в Буслике или в Детском мире, вот, в ЦУМе том же. Две штучки я купила таких чепчиков. Возможно, они пригодятся. Возможно, один я выложу. Это то, что по мелочи. Дальше у нас есть вот такая пеленка кокон. Тоже я покупала ее в ЦУМе. Она не очень дорогая, но мне кажется, будет очень удобная. Просто такой, как спальный мешочек. протюженная, проглаженная. Дальше это наш бодик человечек. Говорят, что самая удобная вещь в роддоме для малыша. Вот, то есть ручки, ножки закрыты. Докупила в самый последний, ну, как сказать, в самый последний момент, то есть недавно, потому что когда начала складывать сумку, обнаружила, что у меня только один человечек был. Вот, и в этом человечке сделаны вот такие манжетки, которые закрываются как антицарапки. Вот, поэтому как бы я не загонялась на покупки антицарапок. Мне хватает одной пары пока. Я думаю, что тоже очень удобная вещь. Далее, также я еще купила обычную хлопковую распашонку. Вот, тоже я постирала, прогладила. Не знаю, сейчас пользуются, не пользуются такими в роддомах. На всякий случай я положила, она много места не занимает, пускай будет. Вот наш второй человечек, тоже фирма Акади. Мне очень нравится эта фирма. Сперва занялась покупкой вещей оттуда наша бабушка по папе будущему. Вот, и действительно очень красивые качественные вещи. Бывают у них скидки. В магазине, в Минске тоже есть магазины Акади. И на Дана Мол, и на галерея, по-моему. Так что, обратите внимание, такие вот симпатичные ножки малиновые. Вот, человечек. Кстати, по одежде я покупала на 59 сантиметров, то есть, где-то, как они пишут, на 3 месяца, потому что многие детки рождаются больше, чем 55-56 сантиметров, либо вещи могут маломерить, поэтому у меня буквально там одна-две вещи на 56 сантиметров на один месяц, на ноль, и не вижу смысла накупать много вещей. Лучше пускай будет чуть больше, но не будет сковывать движение малыша. Вот. Дальше бодик. Бодик. Вот. С длинным рукавчиком, но без ножек, открытые ножки. Тоже бодик. Не знаю, возможно, я уже очень много вещей набрала. Что-то еще переберу, отложу. Тоже бодик вот с открытыми ножками. И он такой, видите, мы рождаемся летом, поэтому он такой вот перфорированный. Мне кажется, будет очень комфортно, не жарко. Вот. И пеленки. Пеленки. У нас в наборе четыре пеленки. обычная вот ситцевая. Дальше такая трикотажная с овечками. Она возможно даже послужит как покрывало. Накрыть ребенка. Тоже еще одна такая вот ситцевая легонькая. И одна байковая. я беру одну байковую утепленную, потому что все-таки лето и пока жарко. Надеюсь, погода не испортится к нашему рождению, поэтому одной, думаю, хватит. Так, а это я отложила. Возможно, в этом мы будем выписываться. Тоже с учетом того, как сейчас душно на улице, я положила туда легкую шапочку. Шапочка H&M, по-моему. И вот знаете, с этикетками, кстати, в одной шапочке я вырезала этикетку и она пошла вместе со швом. Мне пришлось подшивать дырочку, поэтому здесь я пока ее не вырезала изнутри. Вот шапочка. Такой же бодик, как у нас белый перфорированный. с длинным рукавом, но без ножек, открытые ножки. Вот такой хлопковый. И чтобы наверх надеть на ножки, закрыть вот такие штанишки. Вот. Штанишки. Отворачивается вот эта резинка. Я просто так прогладила и подняла пока, чтобы сложить ровненько. вот. А в следующем кадре я еще покажу наш выписной конверт. И это не совсем по теме сумки в роддом, но все же вот конверт наш, в котором мы будем выписываться. И тот комплект одежды, который я показывала, мы оставим по всей видимости уже упакованными для нашего папы, который нам привезет это все бант на липучке. Удобно, мне кажется. Конверт с бантом нам шили на заказ в Гродно. Если кому-то интересно, я с удовольствием поделюсь контактами мастера. И конверт этот потом в дальнейшем просто используется как обычный пледик одеяло двухсторонний. Вот. И в финале своего видео еще раз напоминаю, что в сумке наверху у вас должна лежать обменная карта и паспорт и контракт народа, если вы его заключали. В общем, документы все. Наушники не забывайте, пригодятся. Книгу, если кто-то любит читать электронную или бумажную, на ваш вкус. Пауэрбэнк заряженный и зарядка для телефона, которую очень часто забывают. Даже я в своем видео вначале забыла ее показать. Так что вот эти вещи наверх в сумочку складываем. Саму сумку, кстати говоря, я покупала в детском мире на Кульман стоила в районе 14 рублей, но я вам скажу, что на первом этаже есть магазин Туби Мама, и там у них продавались за 16 рублей наборы из трех сумок. К сожалению, когда я приехала, их уже разобрали, ждать на заказ не хотелось, поэтому я поднялась в детский мир и купила вот такую большую вместительную прозрачную сумку, очень удобная. У нее поместилось уйма вещей. Вот. Всем спасибо огромное за просмотр, за ваши комментарии, которые вы, возможно, оставите. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Всего вам доброго, легких родов и здоровых малышей. Всем пока! Пока!